Телеканал КРТ представляет Я думаю, что первый вопрос, который сейчас, думаю, очень многих беспокоит, это конкретно выборы в Беларуси. И действительно, там, получается, официально цифры одни, в интернете цифры другие. Абсолютно разные социологические агентства делают свои заключения на этот счет. С вашей точки зрения, можно ли верить цифрам официальным, которые опубликовали Центральная избирательная комиссия Беларуси? И в чем там, собственно, подвох? И есть ли он там вообще? Из моей точки зрения, верить им вряд ли можно. И в Беларуси сложилась такая ситуация, что вообще не могло визначити, какой там результат. Справа в том, что есть загальная ситуация, которая в разных странах, когда проводятся нормальные политические исследования, люди приблизительно уявляют собью распредел рейтинги политических сил. Потом, во время выборов проводятся экзит-болы. И они не обязательно, ну, они, если выборы честные, то они помогают владею легитимизировать ситуацию. Например, у нас в 2010 году, когда выиграл Янукович, причем ставление до Януковича было неоднозначное, так мягко скажемо, потому что уже был Майдан 2004 года, были фальсификации. И Тимошенко тоже, как вы говорите, непроста человек. И поэтому она сначала сказала, что она не признает результаты этих выборов. Но когда все шесть экзит-болов показали 5% победы Януковича, то не произошло никаких майданов и никаких активных акций. То есть, появилось, что эти экзит-болы не могут и помогать, а не, власне, инструментом оппозиции для того, чтобы скинули влад. А в Беларуси уже и на предыдущих выборах был принят закон о том, что экзит-болы могут проводить только организаторы, которые получили дозвіл. А этот дозвіл даёт комиссия. И чему-то так входит, что главные социологические центры, там, центр Манаева, центр Новок и так далее, они не получили этот дозвіл и не получили права проводить экзит-болы. Мало того, перед самими выборами, десь за несколько недель, за месяц, здаётся, перед выборами, был принят новый закон, который позволяет проводить не только экзит-болы, а вообще любые социологические исследования, кроме тех центров, которым это доверено. И вот такая подготовка, когда не было никаких независимых социологических исследований, он показывает, что влада собирается фальсифицировать результаты выборов. Поэтому у меня есть недовера. Если бы действительно результаты были такие, которые обладают Лукашенко, то он бы был зацикавлен в том, чтобы экзит-болы показали его победу. Поэтому он, мабуть, знал попередних данных, досліджения, которые не публикуются, про то, какая реальная ситуация, тому он, власне, использовал уникальные для света меры по избеганию реальных социологических данных. Я такого не даю. Даже в России там тоже экзит-болы собрали, и их позволяют проводить только несколько организаций, но и другие социологические исследования можно проводить будь-кому. Я, насколько понимаю, это же социологические исследования, они нигде не закреплены законом, что они обязательны. То есть это на усмотрение власти. Они могут разрешать, могут запрещать. То есть это, условно, зависит от государственной политики, того или иного президента или правительства, правильно? Да, в данном случае, в принципе, социологические исследования не регулируются лицензированием, и кто-то имеет возможность их проводить. Это имеет свои недолики, потому что у нас через это есть много таких чисто шахраев, которые не имеют жодного социологии и публикуют разные данные. Но и Украинская социологическая ассоциация против государственного регулирования и выдачи лицензии как раз в Беларуси показывает, что наиболее популярные и наиболее известные социологические центры, филиалии из-разбежных центров, например, филиал GFK, не получили такую лицензию, а получили эти организации, которых никто не знает. Я понял. А вот как разобраться, какое социологическое исследование или какой институт, который занимается этими социологическими исследованиями, он действительно делает свою работу? Потому что, как мы знаем, у нас в Украине, например, можно сделать, например, сайт, назвать его там социологический мировой галактический институт и публиковать там рейтинги, не основываясь вообще ни на каких там опросах и так далее, а просто какие удобно. И очень часто этими рейтингами начинают манипулировать и результатами. Поэтому хотелось бы понять, как это урегулировано у нас законодательно, есть ли у нас какие-нибудь критерии, какие-нибудь ограничения для того, чтобы если это социологическое действительное исследование, значит оно должно соответствовать каким-то таким-то параметрам. То есть, как определить, хорошее социологическое исследование, плохое, какие организации его хорошо делают, какие плохое, и вообще, как оно происходит, потому что для многих людей это тоже загадка. Много из них, к ним не подходили социологи, не интересовались их мнением, поэтому эти люди очень скептически к ним относятся. Я помню, как мы когда-то проводили исследования, это первые в Украине репрезентативные исследования, которые были сразу, ну, была бы там перебудова и так далее. Десь в 89-м году, или в 90-м году, еще был попередний парламент, до независимости Украины. И когда-то мы провели исследования, а потом я видел, как одна женщина, там, в полгоспу, сказала про то, что не верьте этим социологам, потому что я вам точно скажу, что у нас в селе это исследование не проводилось. Как исследование, которое проводится, звичайно, есть разные методы проведения исследования. Найбільш таким стандартным для Украины был фейс-то-фейс интервью. Робятся выборки для Украины, как правило, достаточно 2000 респондентов. То есть, сначала выбираются випадковым чином населенные пункты, потом выборчие больницы, потом адресы. И в среднем каждого домогосподарства тоже випадковым чином выбираются люди, которых будут попередить. Если они есть на месте, то первые их попередят. Если нет, то есть, то есть, когда можно пойти и снова. Ну, кроме того, есть телефонные опитывания и онлайн-опитывания. И можно про это более детально рассказать. Но, чтобы ответить на ваше первое вопрос, каким образом это регулируется, я должен сказать, что в принципе это не регулируется. И на мой взгляд, и на взгляд социологической ассоциации Украины, это хорошо, потому что вот такой закон про лецензирование, который, вероятно, кто-то из партии Батьківщина пытался его подать в парламенте, он, как говорила Ирина Бекешкина, является удавкой для социологии. То есть, влада может его использовать для того, чтобы как раз наиболее независимые и объективные социологические центры их усунуть из рынка. Поэтому регулирует идет через профессиональные спільноты. Есть международная социологическая ассоциация, и в Украине есть, скажем, там, десь 5-10 организаций, которые членами Европейской ассоциации, изучения гражданской думки и маркетинга. И есть социологическая ассоциация Украины. Для того, чтобы акредитироваться при этой ассоциации, нужно подать методичные документы. И комиссия проверяет попереднюю опыт, как люди, власне, проводили дослежения, насколько оно корректно. И если все окей, и есть рекомендации от двух уже известных социологических центров, то эта организация принимается до социологической ассоциации. И данные про это есть на сайте социологической ассоциации. Там сейчас акредитировано десь 10-15, не помню, организаций. И есть также Украинская ассоциация маркетинга, которая примерно так же работает. Поэтому эти организации, которые проводят и есть членами ассоциации, им можно доверять. Иногда возникают новые организации, которые не есть членами. И можно тоже призначитесь по тому, как они работают. Во-первых, есть в них сайт, есть на этом сайте методологическая информация, как проводилось это исследование, какая в них мережа интервьюеров. И про каждое исследование мае быть 5 главных показников, объем выборки, час проведения исследования, метод проведения исследования и так далее. И, в принципе, это мают проверять засоби массовой информации. Потому что, ну, каждая людина, если она будет это каждый раз переверять, и в ней может быть недостатньо факту. Но засоби массовой информации, в принципе, мают такую возможность. Они могут поделиться сайт социологической ассоциации, могут вернуться до социологической ассоциации с западом, могут вернуться до других социологических центров, и отримать информацию про эту социологическую цель. Понятно. А каким образом влияет на социологическое исследование конкретно желание заказчика? Потому что нас говорят, кто платит, тот и заказывает музыку. Так ли это в социологических компаниях, которые предоставляют услуги нашим политикам? Это один из самых распространенных мифов. И он связан, больше всего, с деятельностью этих псевдосоциологов. Правда, что, все-таки, на меня взаимодействие от работы журналистов или политологов, которые работают конкретно на конкретное ведение или на конкретно политическую силу, социологические исследования регулируются певным чином. Скажем, мы, как члены ЕСАМАРО, Европейское сфертовариство, про нас друкуют информацию в таком директории. И эта директория является основой для того, чтобы проводить тендеры. Если у нас там большая часть международных замовленных, разных университетов, они за этой директорией смотрятся, кто работает в Украине, и надсилают нам замовленные. Если мы что-то сделаем не так, то есть специальная комиссия, можно туда подскажетиться. Это могут быть конкуренции, могут быть какие-то политические партии, которые, кажется, что мы что-то не так сделали. Они могут туда подскажетиться, и эта комиссия разберет эту ситуацию. И если выяснилось, что мы что-то не так пробуем, нас могут выкинути из-за. И мы будем получать в некоторых раз меньше вопросов, и, соответственно, наш объект суттево изменится. Поэтому мы финансово, например, в этом не зацикавливаем. КМИС, взагалі, с самого начала его исцеления, его співвластник Валерий Хмелько и я, мы договорились о том, что мы не подходим близко ни до одними политической силы для того, чтобы они не... от них не залежали. И поэтому мы даже политологов не тримаем в штате. И, в принципе, все основные социологические центры тоже делают то же самое. Потому что, если они будут працювать и делать какие-то преференции или показать то, что они хотят, то им не заменить другую политическую силу. И они просто будут связаны с одной политической силой. И это очень небезопасно. В принципе, есть некоторые такие центры, но они реально не... Ну, они не социологичны, фактически. И... Поэтому, вот, есть такой механизм регулирования, который, как показывает досвид, достаточно эффективный. Я, как вецепрезидент Украинской асоциации маркетинга, и я членом правления социологической асоциации Украины, спостерегаю за цим процесом. И, в принципе, в главных социологических центрах, ну, после 2004 года, когда там были какие-то проблемы, не было такого жодного випадка, чтобы можно было сказать, что они делают то, что хочет замовник. Хотя, надо сказать, что есть некоторые дии, которые... Что зависит от замовника, и что иногда выглядит, как манипуляция данными, это то, что замовник поприлюднюет... Ну, он сплатил за это. Это его информация. Вона полностью ему належит. И поэтому, если она вигидна, он ее публикует. Если не вигидна, не публикует. Вот у нас был випадок, когда еще Ющенко с Тимошенко, была така конкуренция достаточно жорстка. Нам замовили досліджение, там, где было 10 вопросов о Тимошенко и 10 вопросов о Ющенко. И из этих вопросов было там 6 негативных, и эти данные замовник оприлюднили. Что до Ющенко, ну, что до Тимошенко, что до Ющенко ситуация была еще гірша, но они не были оприлюдненны. И создалось все-таки вражение, что КМИС провел досліджение, которое топит Тимошенко. И вот с этим, ну, ничего не можно сделать. Единственное, что мы смогли сделать, это в наше власное досліджение, вставили те самі запитания, провели знову досліджение и надрубовали уже и тие, и другие объективные данные. Но мы при этом втратили гроши, потому что мы должны проводить еще досліджение за свій рахунок, щоб провести втрату репутации. Понятно. А вот согласны ли вы с тезисом, что вот такие социологические исследования, которые публикуются до выборов, влияют на результаты выборов? Потому что это разглядается в средствах массовой информации. Люди начинают думать, ага, значит, за того политика больше народа голосует, а за того меньше, значит, будем за того, кто больше. Как вы считаете, это можно считать неким инструментом предвыборной кампании? Социологические исследования? Звичайно, все политические силы намагаются сам так и використовывать социологические исследования. И они могут это делать относительно честно. То есть проводить исследования и смотреться, если у них хорошие для этих точек зародания, то их оприлюднивать. И если они плохие, то не оприлюднивать. И поэтому политики весь час намагаются обмежить социологов и установить эмбарго. Хотя святая социологическая асоциация и я считаю, что это таким обмежением взагалі демократии и свободы. Но, в принципе, в всех странах есть эмбарго. за несколько дней до начатку выбора обмежать эмбарго. Эмбарго. на публикацию данных социологических исследований. Эмбарго. 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 но он видит в разных социологических центрах, что эта партия не имеет никакого шанса, то он выберет другую партию, которая ему тоже нравится, хотя и меньше, и будет голосовать за нее. И это действительно влияет, что поделает, что не поделает партия барьер. Но социологические исследования впливают меньше, чем люди думают, и они считают, что чем выше рейтинг, тем лучше. Но это не так. Доследование, которое мы проводили, показало, что те, что был в певный час у Януковича очень высокий рейтинг, это, наоборот, демотивировало его выборцев, и их меньше пришло на выборы, чем собирались. Понятно. Я хочу додать еще одну речь, что иногда некоторые политические силы намагаются что-то сделать, чтобы усунуть вплив социологических исследований. Например, у нас был такой неприятный случай, когда Королевская подала в суд на Дем-Инициативу и мою компанию, Киевский Международный институт социологии, что мы занижуем ее данные. И она для этого купила, или просто для некоторых социологических, не социологических, а пиар-агенций, которые начебто проводили исследования и получили там в ней 7%, а в нас было 2%. Но после выборов, когда она получила меньше 2%, она забрала свою заяву, и этот суд окончился. Понятно. А вот если вот такой вопрос брать по выборам мэра Киева. Объективно, в интернете у Кличка настолько большой антирейтинг, что видеть его мэром Киева на будущих выборах, ну, вопрос риторический, маловероятный. Но почему-то многие социологические исследования говорят о том, что он якобы один из основных претендентов на кресло киевского мэра. Объясните, пожалуйста, этот феномен. Ну, справа в том, что те, что мы бачим в Фейсбуке, и все населено очень суттєво отрозняется. Фейсбук, это, по-перше, в нас где-то 65-70% населено взагалі в интернеті. Тобто, 30% не есть в интернеті. До речи, колись Черновецкий, он опікувался бабусями, и на них очень много отримал от них поддержки. Они вообще не пользуются интернетом. По-друге, даже среди использующих интернету, далеко не все в Фейсбуке, там, наверное, такая просунутая аудитория. Тому, взважати треба не на те, что друкуется наибольшь активными версиями населення, а на те, что, взагалі, на населення Киева. И, в принципе, эти данные, которые мы проводили останненько уже в травмі, но из-за нас еще центр Разумкова и еще недавно рейтинг по ним у Кличка приблизно 40% и это достаточно стабильно, потому что у нас было еще в лютому 40% и сейчас и у центра Разумкова, и у рейтинга 40%, а далее на другом месте деколька кандидатур, там, Притула, Верещук, Пальчевский, которые имеют приблизительно одинаковый рейтинг и делят между собой второе место. Поэтому, пока что, на мой взгляд, у Кличка наибольшие шансы и, навряд ли, эта ситуация очень сильно изменится. Есть еще, вот, друкуется такая организация интеракция, которая, в самом деле, не социологическая, весь час друкует данные, по которым Кальчевский все больше и больше набирает голосов, и ось нас даже не, или даже нас догнав Кличка, но такие данные можно получить только если ты вообще не проводишь дослежения, потому что даже дослежение с очень большой похитой не может показать такие результаты, если ты даже не квалифицированный. Поэтому эти данные явно выглядят и просто, ну, в принципе, это легко довести. Когда мы судилися с Королевской, то от нас требовали все анкеты, мы их делали копии, была деякая комиссия. То есть, проведено дослежение или нет, это можно легко визначить. Просто, мабуть, никого не має энтузиазму займатися цими тяжбами. А вы проводили как-то ряд исследований касательно, как изменяются отношения народа к такому вот у нас явлению, как декоммунизации и Советскому Союзу? Потому что очень получается сейчас вот поляризированное общество, и все больше и больше людей, я так понимаю, больше с ностальгией относятся к Советскому Союзу, и не могут понять, почему у нас происходят такие процессы в законодательстве. В нас, действенно, что до процессов декоммунизации, то, ну, на мой взгляд, ци процессы надо было вообще начать еще на начале 90-х, когда они бы, и тогда був такий энтузиазм створения новой державы, и они бы были как-то легче проводили себя. Что до того, как это сейчас проводится, то значной мировой они проводятся формально. Незважаючи на то, что, в принципе, люди позитивно ставятся до декоммунизации, если напрямую их спросить. Но до некоторых конкретных заходов, скажемо, переименование мест или улиц в Киеве, например, сразу переименовали там 160 улиц. И какой это влияет на население? Чи проверял кто-то, или не проверял. Идея декоммунизации в том, чтобы изменить что-то в головах людей, а не в том, чтобы отрепетировать, что процесс произошел. Я могу сейчас... Это же записи. Я могу найти данные? Потому что я их... Можно? Да-да-да, можно. Ну, смотря просто сколько времени. Это займет. А, сейчас верночку. Тут они у меня десь были. Просто я не сразу их... Какие цифры запомнили? Я... 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 Переименование населенных пунктов и улиц, только 30 позитивно и 44 негативно. И визнание действий Украинской Народной Республики, как раз большинство позитивно. Ну и засуджение СРСР тоже, что без унаслов. Третина позитивна, третина негативна и третина не визначилась. Это да, я так понимаю, это ваши цифры, но если даже просто брать по уровню условно реформ, если реформами, я так понимаю, хвалиться государство не может, то переименовать улицы, я так понимаю, это какая-то быстрая альтернатива, которая, безусловно, озлобит людей, которая, безусловно, будет негативно воспринята, но все равно это делают для того, чтобы, я так понимаю, понравиться вот этим нескольким десяткам процентов, которые настроены позитивно в этом тренде. То есть получается, это такая больше политическая игра, нацеленная на электоральные цели и задачи определенных политических партий, правильно? Я думаю, что это делается достаточно формально, мабуть, для того, чтобы дейсно отримать деяки от своего электората, отримать больше поддержки. Потому что, в принципе, нужно было бы этот процесс придумывать и враховывать грамадскую думу. На мой взгляд, эти складовые действия по переименованию и подготовке, что сначала нужно показать людям, что, скажем, про злочины того же Леніна. Потому что Леніна у сведомости многих людей есть людиною позитивно. Так же и Сталин, так же и любой деятель того времени. Что до Сталина, то как раз в Украине есть негативный ставок. Приблизно 40% ставится до него ризко негативно и приблизно 14% позитивно. Требо сказать, что это сильно отличается ситуацию в Украине от ситуации в России. Потому что Сталин, что больше и больше, стаёт просто таким национальным героем. Потому что сейчас позитивное ставление Сталина – это больше половины населения. 52% ставится позитивно и тихи 12% – негативно. То это уже первое. И в этом смысле, если сравнивать с Россией, то успехи декоммунізации у нас есть эффективные. Но если говорить про темпы декоммунізации, про изменения у головок людей, то через то, что это делается формально и что не делается подготовка. На мой взгляд, сначала нужно, чтобы 60-70% людей было за то, чтобы изменить на Кропивницком. Мы бы там проводили две дослежения. В Кировограде, вы имеете в виду? Так. В Кировограде, который изменил на Кропивницком. Из-за чего, по-первых, было большинство изменений, а по-разному, мы хотели, если все изменилось, то Кропивницкий был где-то на пятом месте в цnant Иерархи. Там был Совет Град. Причем коментировали, что не на честь императрицы, а на честь святы. И через два года это исследование было проведено, и снова большинство людей было против изменения названия. Теперь 30 людей были очень незадоволенны и все продолжали чувствовать гнев с приводом этого переименования. Мне кажется, что без врахования общественной думки этого не можно делать, и сначала нужно провести политическую кампанию, и пока большинство людей не будет переконана, что это нужно, эти действия будут до негативного, а не до позитивного. А вот еще такой вопрос, как вы знаете, у нас в принципе, если брать процесс декоммунизации и так далее, и исследования касательно, условно, преступлений коммунистического режима, то они в основном финансируются из-за границы за счет грантов. И таким образом, получается, постоянно публикации в этом направлении средств массовой информации, они и формируют отношения. То есть, получается, из-за границы есть такая целенаправленная линия по очернению нашего прошлого. Как вы думаете, а нужен ли вообще, в принципе, такой процесс, когда в наши внутренние дела украинские вмешиваются, условно, из-за границы деньгами и формируют у нас общественное мнение? Нормально ли это с вашей точки зрения? Ну, на мой взгляд, по-перше, это, ну, ваше утверждение про то, что это так случается. Я не знаю, кто что финансирует и каким цином это делается. Но у нас, в принципе, все засобы массовой информации належат нашим властным олигархам, а не каким-то закордонным организациям. Радио Свобода, Радио Свобода, Громадьки, ну, они же точно не принадлежат нашим олигархам. 70% населения вважают головным джерелом для получения информации, как раз телебачивание. Радио имеет очень невеликий влип, и поэтому головный влип мают каналы. Хорошо, здесь я с вами согласен, но вы же понимаете, например, там, Пенчук, Коломойский, и там тот же Фирташ и прочее. Деньги наших олигархов расположены, как мы знаем, за границей, как раз в западных странах, в западных банках. И все мы много раз наблюдали, вот, например, история с Фирташем, которого полностью закрыли, и он до сих пор сидит в Вене и не может даже прилететь в Украину. Все мы видим, как с Коломойским развивается ситуация, когда они условно побили горшки западом. То есть, и мы таким образом понимаем, что разнарядки, которые приходят из-за границы, для наших олигархов они обязательны к исполнению, потому что в случае отказа им грозит просто блокировка капитала, и тогда они просто становятся, перестают быть олигархами и становятся очень бедными людьми. И это тоже, к сожалению, такая данность украинской действительности. Вы же не будете с этим спорить? Ну, если сравнивать влияние на засоби массовых горбаций, на телебачение, что могут подумать олигархи, если Радіо Свобода запропонует что-то сказать про декоммунистрацию, и сравнивать влияние на приспособи на каналы Медведчука, яких три канала, в принципе, безпосередньо про-российские, то Россия впливает на Украину набагато больше, ніж Захід. Это всего лишь три канала, и то не факт, что у них какая-то антизападная риторика всегда. У них она меняется, и Медведчук относительно недавно, или его компании, каким-то образом прикупили эти телеканалы. Но у нас же также есть еще много других телеканалов, которые тоже формируют. Есть еще и там Украина, Украина-24, Новый, ICTV, СТБ и так далее. То есть относительно вдоль рынка, она достаточно и небольшая на самом-то деле. И все-таки большинство каналов, которые подчиняются олигархам, которые далеко не российские. Так, ну олигархичные каналы. Но когда мы, например, проводили дослежения, мы сделали такой индекс впливу российской пропаганды. Выбрали пять найбільш популярных текстов российской пропаганды и сделали индекс. И пока проводили дослежения, проводили несколько лет, но у нас же не вистачили ресурсы, чтобы заниматься этим, Министерство информации это не зацикавило. А можно ли, в принципе, выиграть информационную войну, просто закрывая российские телеканалы от украинского зрителя? Получается, если изначально политика государства состоит в том, что мы, условно, пропаганду российскую точку зрения выключим, а будем транслировать только, условно, украинскую точку зрения, так в чем же здесь, условно, конкурентная среда? То есть правда-то она там, где больше аргументов, больше фактов, больше логики. И это, когда показывают, люди строят свою картину мира на фоне этого. А если, получается, у нас слабая позиция изначально, которая основана, я так понимаю, правительство боится просто услышать даже вторую точку зрения, чтобы ее услышали украинские граждане, то каким образом тогда, в принципе, можно выиграть информационную войну? Это, по-моему, невозможно. Ну, на жаль, это теория такая абстрактная, что это просьба. В принципе, на мой взгляд, если бы у Украины было больше ресурсов, то я как раз против закрытия каналов. Но, по-моему, это, по-моему, было право через то, что, фактически, Украина не вкладает, не має можливости удастся достаточно грошей у информационную войну. Потому что я, например, читал статью, которая была еще до начала войны, в 13-м году, это керевником штаба российских войсков, который писал про то, что 80% войны – это инфраструктурная война, и только 20% – это конкретно и войсков. И Россия, действительно, вкладывает, если вы посмотрите, сколько грошей вкладывает Россия и сколько украина, просто співвідношение не с вставкой. И я думаю, что через это было прийти решение про сбитие российских каналов и российского интернета, хотя большинство населения выступает против этого. Они думают, что они могут в этом разобраться еще самим. Ну и таким образом, получается, у нас же это все происходит еще и внутри Украины. Не только уже российские каналы запретили, российские социальные сети там, или условно даже поисковики российские, имею в виду Яндекс. У нас, например, на телеканал КРТ пришла проверка внеочередная, потому что мы показали парад победы в Минске. И это воспринято было над Советом по телерадиовещанию как некое нарушение. Если у нас гости в студии говорят о том, что Майдан – это переворот, это к нам опять приходит уведомление, что мы опять нарвались на очередную неплановую проверку. И сейчас уже стоит вопрос ребром о том, чтобы забрать лицензию. И это в стране, которая по Конституции называется демократическая, по факту мы наблюдаем совсем другую историю. Как вы можете это прокомментировать? Ну, я не дуже в курсі, як відбувалася ця ситуація с конкретными интервьюрками і власниками цих каналов. Я просто кажу про те, що реально ті гроші, які впадає Росія, вони набагато більші. І, мабуть, Україна не може знайти такий демократичний спосіб боротьби з російським впливом. І тому вона використовує методи заборони, оскільки йде війна. Єдине, що при цих ресурсах простіше зробити, ніж зробити эквивалентні, чи якісь дії, складати гроші. У нас навіть не виходить жодного неоліграфічного каналу. Тому що те, що громадянські ці канали, вони дуже непопулярні, гроші розпорушені, і громадське телебачення, воно фактично не працює так, як повинно працювати. Тобто, а не считаєте ли ви, що такі репресивні мери в отноші українських телеканалів, вони все-таки більше говорять о тому, що власть використовує репресії для того, щоб достичь своїх личних політичних целей, просто навесив на оппонентів ярлыки агента Кремля. Це ж практика при Порошенко очень хорошо практиковалась. І зараз ми видим, в принципі, то ж саме. Оправдувая, условно, війну, можна, по сути, любі репресії. У нас тогда буде таке нормальне, тоталітарне українське держава. І ми, виходить, к цьому йдемо. Як ви к цьому відноситесь? Ну, ми, на жаль, зараз вийшли деяка, ну, на жаль, важливо, на щастя, є певна спеціалізація у вивченні засобів масової інформації, тому що раніше ми мали таке замовлення на аналіз змісту ЗМІ. Але зараз ми проводимо тільки соціологічне дослідження, і виникли багато таких центрів, які вивчають ЗМІ, і вивчають соціальні мережі. Тому я не можу сказати, наскільки це правда, те, що, скажімо, засоб масової інформації не є рупором, не є агентом Слігу Росії, а до нього чинеться через якусь там політичну боротьбу. Тому мені вважно сказати, я не можу не так, ні на ваше тверді сказати. Спасибо большое, що уделили время і були у нас в ефірі. Сьогодні з нами в програмі був Владимир Ілліч Паніота, український соціолог, доктор філософських наук, генеральний директор Київського міжнародного інститута соціології КМИС. Це була програма «Без протокола». С вами був я, її ведущий, Дмитрий Василец. До скорого! Субтитрувальниця Оля Шор